привет всем вы в гостях у гульнас салями зимние заготовки у меня продолжаются сегодня у нас 3 октября и я думаю у любого огородника кто выращивает свои овощи я думаю еще есть и помидоры и перцы и огурцы ну в общем все остальное значит этот салат будет как салат и как закуска зимой она будет очень полезна очень вкусная хрустящая ее можно будет использовать к любым гарниром ну и как самостоятельное блюдо как салат закуска значит нам потребуются помидоры перцы лук огурцы и петрушка и как вы уже видите помидоры я покрошила мелкие на две части крупные на 4 перцы тоже также я покрошила вот на такие вот брусочки кто-то может сделать это потоньше кто-то потолще кто как любит лук я измельчила тоже на полукольца ну и огурцы тоже вот такие полукольца или кольца ну и петрушка у меня не крупная она сейчас у меня сырая ну в общем вот так вот и сейчас в стерильные банки я это буду все закладывать ну и покажу вам и еще хочу сказать тут неважно сколько у вас томатов перца лука и огурцов тут это все берется на глаз кому что больше нравится сюда еще в этот салат можно добавить капусту морковку но с капуста я уже делала морковка мне не очень нравится так что вот все мои любимые ингредиенты собраны вот здесь вот у кого перцев нету я вам делала показывала салат без перца ну в общем что в огороде есть и что быстро пропадает я думаю стоит сделать чтобы потом зимой наслаждаться своими овощами банки я все свои простерилизовала в духовке значит на дно банки я ложу перец горошком тоже ложу на глаз где 3 где 5 где и все восемь ничего страшного дальше я ложу лук так дальше я ложу перец тоже все произвольно на глаз дальше у меня идут огурцы дальше я ложу томаты помидоры блин забыла на дно банки еще мы должны были положить петрушку ладно эта банка будет без петрушки ничего страшного дальше слой повторяется так лук перец и опять огурцы вы можете свои положить по своему как вам нравится то есть роли не играет и и вот такой вот салат у нас получается так давайте петрушка теперь так берем горошек обязательно я ложу петрушку потому что петрушка придает свой такой аромат дальше у нас идет лук кто-то может лук побольше ложить кто поменьше кто как любит так это у нас перец затем идут огурцы дальше идут томаты лук лук повторяем и сверху опять ложим огурцы а вы можете не повторять чтобы а свои потолкше делать чтобы все вместилось в ряд ну в смысле чтобы не повторять ряды допустим петрушка лук перец огурцы томаты и ну так стоять и чтобы у вас на томатах все закончилось в общем кто как может ну и я тут продолжил в быстром темпе все раскладывать желая по банкам овощи вот столько банок у меня получилось а говорила вам я не говорила не помню я вам жаловалась то что у меня нету банок да у меня их не было но сейчас они появились и купили мы их в хозяйственном магазине по 12 рублей 07 банков так что я опять теперь с банками и могу продолжать делать свои заготовки в общем сейчас пока это мы отложим в сторону и начнем готовить маринад и так как у меня 21 банка по 07 вышла я взяла самую большую алюминиевую кастрюлю кастрюля это у меня на 10 литров значит маринада я сюда воды налила на 8 литров не люблю когда не хватает маринада лучше он пускай останется чем потом опять доливать и варить новый маринад значит рецепт я обязательно напишу внизу под видео на литр рецепт дам а сейчас по моему на 8 литров у нас получается надо 8 столовых ложек соли получается на литр 1 столовая ложка соли сахара 2 столовых ложек уксус 50 грамм и все так поехали так 8 8 ложек соли и теперь сахар сахар у нас получается 16 ложек на мой маринад так 16 ложек сахара и теперь это мы все отправляем кипятиться поставим на газ и в конце уже добавим в моем случае это 50 грамм на литр тут у меня 8 получается так 400 миллилитров уксуса я сюда в конце добавлю и еще хочу сказать этот салат у меня будет без масла а кто любит с маслом можете сюда вот в каждую банку добавить одну чайную ложку масла ну и потом уже залить горячим маринадом я так не делаю как бы пускай лучше будет без масла а вы то как любит все таки решила вот на эти девять баночек залить растительное масло растительное масло это у меня светлое рафинированное без запаха и вот сейчас по одной чайной ложке я просто в каждую баночку налью так сказать для разнообразия пускай одна партия будет с маслом другая без масла вы можете тоже также для себя сделать и потом уже определиться как вам больше нравится с маслом или без масла ждем когда у нас закипит маринад маринад у нас вскипел и хочу показать как я вливаю уксус я газ уже выключила и тихонечко тихонечко но вот сейчас уже все он не пенится потому что если резко вылить уксус то образуется очень большая пена и прям все вываливается с краев лучше выключить газ и тихонечко маленькой струйкой выливать уксус и потом ложкой перемешать тут у меня значит я сюда вылила 400 400 миллилитров уксуса на 8 литров маринада это вот полтора стакана таких маринад значит у нас закипел я сейчас его хорошо перемешаю чтобы маринад с вкусом все перемешались и ночеваю тихонечко выливать в наши банки начинаем тихонечко по чуть-чуть чтобы банка привыкла к кипятку чтобы мало ли ну чтобы не треснула в общем то у меня было тоже такое резко наливаешь кипяток и банка трескается в общем это я сейчас все в быстром режиме налью и и и и и залила я маринад по баночкам сейчас в эту же кастрюлю на дно я у меня маринад остался где-то литр ну пускай лучше так чем надо будет по новой наливать значит на дно положила тряпочку и отправляю сюда пока еще без воды четыре банки своих заготовок так сейчас посмотрю может пять опять вмещается так она шестую посмотрим может и 6 вместится как нет 6 не вмещается так вот значит вот так вот мы будем стерилизовать воду и я налью до плечиков и стерилизуем 07 банки по 15 минут альтровые банки по 20 минут следующая тару у меня коза и сюда тоже так сюда опять уже не вместится только 4 так мисок нету свободных все заняты ну в общем вот так банки я простерилизовала перевернула сейчас накрою теплым одеялом и до полного остывания то есть это у меня до утра и потом уберу уже в подполье ну в комнату где там плюсовая температура у кого нету подполья или погреба можно хранить дома ничего с ними не будет всем кому понравилось это видео ставьте пальчик вверх подписывайтесь на мой канал пишите мне комментарии всем пока пока помните баночку куда я забыла положить укроп ой петрушку вот она все всем пока 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 пока